меня как будто бы не слышат. Она говорит, интересное наблюдение. Ну, ты же знаешь, говорит, что нас все зеркалят. Я говорю, да. Хорошо, значит, я не слушаю себя или я не слушаю других. А что ты не слышишь себя? Расскажи. Я знаешь, что делаю? К примеру, я себя убеждаю всегда в обратном. Вот у меня первая мысль пришла. К примеру, мне нравятся эти ультразеленые кроссовки. К примеру, да. А потом я начинаю думать еще, еще, еще. И в итоге я себя убеждаю, что мне нужно купить совсем не кроссовки, а там, я не знаю. Я только так вижу, что я себя не слушаю. Я вот не слушаю вот это вот первое твое, как вот сказать, вот. Ин, смотри, тебе это нравится, может быть, это. И потом, а потом, ну, мост, скорее всего, мне говорит, ну, нет, зачем тебе это уже, скорее всего, может быть, лучше то, а может быть, это. И вот начинается вот это вот. Я это возьму, потом я это обменяю, потом я подумаю, зачем мне это вообще нужно, потом я это кому-нибудь отдам. И в итоге, чаще всего прихожу к тому, что мне это вообще не нужно, потому что после всех этих таких больших размышлений энергозатратных теряется интерес вообще. энергозатратных размышлений. Ну, они энергозатратные, потому что… Да. Значит, получается, все, что ты делаешь, ты делаешь для того, чтобы потратить свою энергию на глупые размышления. Я правильно тебя понимаю? чтобы… Я думаю, что правильно… Энергиозатратные размышления. Я так думаю, в этот момент это кажется, что это очень важные размышления. Конечно, 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 конечно. Ты принимаешь важное решение. Это кроссовки, а у меня же решение не только кроссовки, еще… Помнишь же там, мои квартиры… Понимаешь? Как это интересно сидеть и размышлять. Не тратить энергию на… Еще и мучится, Эдгар. Конечно, 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 мучится. Это обязательно, это неотъемлемая часть твоей любви к самой себе. Такая мученическая любовь. Ну, классный. Моя свою книночку, которой, когда она что-то хотела купить бабушке, что говорила? Ну, она мне чаще всего позволяла купить… Ну, когда совсем я очень… Она мне говорила… Ишь, ты чего захотела? Ну, или… О, как ты… О, как ты размечталась, она мне говорила. Но если я к ней подходила и говорила, что мне нужны деньги, она мне всегда давала. А когда что-то… Когда я уже подросла и… Ну, что-нибудь такое побольше, она говорила… Денег она тебе сколько давала? Миллион рублей в день? Нет. Ну, там, знаешь, как ребенок, ты подойдешь, там, да, мы туда едем, туда едем у меня… А вот зеленые кроссовки ультрафиолетовые. Он чего захотела? Смотри, где было… Где прям был момент такой, что ты очень хотела что-то, и тебе не купили. И объяснили тебе… Знаешь, как мамы любят объяснять? Ты знаешь, это очень дорого, а у нас сейчас денег нет. Такого мне никогда не говорили… Инка, мамка тебя бросила на меня. А я тут расхлебывай. У меня, знаешь, одна ситуация была… Одна… Она мне приходила часто в голову… Наши соседи через стенку… Я была маленькая… И соседи через стенку… Папа семьи был летчик. Ну, это раньше такая профессия… Ну, она и сейчас, в принципе, такая… Он летал в Москву. И он для меня был такой… Он летает в Москву. Знаешь, он всегда что-то привозил с Москвы, чего в Хаваровске не было. И мы… Вот у нас балконы были вместе, и мы все… Мы как через балконы общались, ну, и дружили. И я очень сильно хотела Микки Мауса. Я не знаю… Тогда мы уже смотрели вот этот Диснейленд мультик или нет. Был… Был Микки Маус. И мне сказали, что он в Хаваровске не продавался. И каким-то образом… Как-то мы узнали, что он продается в Москве. И этот летчик должен был мне привезти этого Микки Мауса. Потому что мы заказали, попросили… Знаешь, как соседи… Когда вы летите в Москву… Пожалуйста, привезите нам Микки Мауса. И я помню, что я ждала, когда он вернется… И представлял Микки Мауса, а он его не привез. Он сказал, что не было Микки Маусов таких. Может быть, их, правда, не было. Может быть, он… Просто… Не было у него времени пойти его купить. Знаешь, бегать по Москве, искать Микки Мауса, не для своего ребенка, не каждый будет. Я помню, что я… Он… Я очень расстроилась. Очень. Вот прям очень. А мне говорили, ну, не расстраивься, мы тебе купим другую мягкую игрушку здесь, в Хаваровске. Там, кого хочешь… Медведя… Тигра… Мы тебе купим другую игрушку… Халатик… Не красавчик… Да… 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 Потому что мне предлагали все, что я… Все, что… Мне никогда не говорили, мы тебе не купим, денег нет. Но этого Микки Мауса… Но как… Но как… Но как это было энергиозатратно? Ты представляешь, сколько было переживаний и проживаний по поводу этого? Ты знаешь, мне ничего не купили… А самое… А самое главное, как тебя жалели в этот момент? Ну, конечно, я расстроилась. Конечно. Ждала… 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 Дядя… Дядя Саша его, что ли, звали? Я не могла дождаться, когда он вернется. И оказалось, Микки Мауса он мне привез. И… И все. И у меня… Ты знаешь, он до сих пор… Я когда домой приезжаю, они там уже не живут… Купи себе… Микки Мауса… Завтра… Микки Мауса… Прям тебе домашнее задание – купи Микки Мауса себе. Я не шучу. И футболку с Микки Маусом. И футболку с Микки Маусом себе купи. И Микки Мауса игрушку. Там есть Диснейленд. Смотри, а… Это тебе домашнее задание. Ну… Это легкое по сравнению с другими. Эдгар… А… Я себя не слышу… Я себя не слышу, как оттуда вышло. Потому что хочу до сих пор… Микки Мауса… Микки Мауса так никто и не купил. А я… Не предлагаю другое-другое. А другое-другое я не хотела. Поэтому мне больше ничего… На тебе до сих пор не купил никто Микки Мауса. Уже сколько лет? 34 года, как минимум. Ну да. Ну, 30 можно так сказать, да? 32… 32… А, 4, наверное, 5. Купи себе Микки Мауса. Ага. Ну, хорошо. И тогда… И скажи… Ниночка… Любимая… Я тебе покупаю игрушечку. Пойдем и поиграйся с тобой. Вот прям посиди дома и поиграйся с Микки Маусом. Куплю себе рюкзак Микки Маусом. Да. Ну, ты так-то далеко не забегай. Не надо. А то сейчас… Завтра памперсы придется покупать. Еще что-нибудь. Ну, ничего это, да. Это Вера Леонтьевна рассказывала, как она с дочкой. Дочке 20 с лишним лет. Она возразила ей маленькую девочку. Через две недели дочка приезжает. Косички себе заплела. Юбку там… То есть, все. Девочка-девочка такая. Она говорит, подожди, подожди. Мы девочку-то возвращаем не для того, чтобы… Ты ушла в детскую позицию, да. И женщину свою, и родителя забыла. Угу. Ну, да. Знаешь, как наиграться. Ну, да. Сумки все свои сестре отдам. Вы выходите с эти волосы. Да, 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 да. Отдай ей. Сумки. Получилось так, что я хотела одно, а потом… Да, и фото обязательно в чат клубовский отправить. Селфи с Микки Маусом. Селфи с Микки Маусом. Про то, что я получаю всегда не то. Вот до смешного прям, до смешного. Бросишь одно, а дают другое. Микки Мауса так и не купили тебе. Услышь ты это. Это серьезно. Я не шучу. Так это работает. Тебе предложили кучу вариантов, и ты идешь и берешь себе кучу вариантов, но только не то, что ты хочешь. Потому что то, что ты хочешь, тебе не привезли. И когда ты не слышишь саму себя, как ты можешь услышать другого? И как кто-то тебя может услышать? Ведь тебе не нужно, чтобы тебя слышали. Ты за 34 года уже монетизировала это страдание. Ты привыкла к нему, и тебе в нем хорошо. Ты там все знаешь. Да, это я понимаю. Но Эдгар, это... Я привыкла, я монетизирую, мне хорошо, но на самом деле это... Я потом это несу обратно, говорю. Это не то, что я просила. В это время я себя чувствую неудобно, занудно. А Эдгар вчера смотрит, вот знаешь, как будто я... Она не понимает тебя. Она не понимает, почему тебе нужно кофе без кофеина. У нее не стучилось, никогда не стучалось сердце. Она тебя не слышит. Так если ты разу, ты говоришь, дайте мне сосиску, а тебе дают... Микки Маусов не привезли. Микки Маусов нет. Возьмите хоть что-нибудь другое. Любую игрушку, даже халатик. Микки Маусов нет. Для Инны Микки Маусов нет. Я ищу это что-то другое, а на самом деле я не знаю, что мне надо, да? Потому что я... Конечно. Тебе нужен Микки Маус. Но его нет. Правило сценария. Микки Мауса нет. Инки Микки Мауса иметь не положено. Все другое, что угодно возьми, а вот Микки Мауса нет. И кофе для тебя нет. И браслета для тебя нет. То, что ты хочешь для тебя нет. Она мне второй кофе сделала, но он был невкусный. Конечно, тот-то был вкуснее. То, что ты хочешь для тебя нет. Есть хоть что другое. Этого для тебя нет. Чего я хочу для меня нет. Подожди, а с одной, с другой стороны, я не знаю, чего я хочу. Чаще. Поэтому нет, поэтому нет ничего. А даже если знаю, то я себя потом убежу. Потому что, когда ты знаешь, как только это переходит в разряд «я знаю», этого для тебя нет. Пока ты не знаешь, что-то приходит. Как только ты знаешь и хочешь, этого для тебя нет. Там стоит блок. Хорошо. Где вход? Где вход, который выход? Микки Мауса купи себе. Завтра в консультации я тебе его вытащу.